Привет друзья! Это старые электронные часы. Не старинные, просто старые. И часы электронные сейчас практически никто не носит, потому что у всех в телефонах и смартфонах часики-то уже есть. Часы вообще мало кто носит, разве что кто-нибудь для престижа, какие-нибудь крутые, позолоченные, с календарем. Но такие часы музыку и не играют. А об этом мы и поговорим. Вот даже в старых фильмах гордились тем, что хронометр, который доставали из жилетки на цепочке, мог исполнять какую-нибудь мелодию. Во, о мелодиях поговорим. А какие из этих электронных часов могут мелодию наиграть? Ну, вот эти старые советские часы, увы, мелодию не играли. Одни из них это прототипы электроники, вот это электроника, это кварц, но это все электроника, да. И в них нет того устройства, с помощью которого можно воспроизводить мелодии. А вот эти, ничем не уступающие им по размерам часики со своими секретами, уже исполняли мелодию, но как? Ведь маленький корпус часов, вот я даже не представляю, как старые мастера часовые могли засунуть туда нечто, что могло звучать. Но часы работали, звучали, исполняли музыку. А теперь наши знания позволяют говорить о том, что надо засунуть в часы динамик. Разобрать их корпус и как-то туда разместить динамик. Ну, конечно, не такой здоровый. Понятно, что динамики-то бывают разные. Можно вот такой поменьше. Можно попытаться использовать наушник. Но смотрите, по сравнению с часами, все эти даже миниатюрные динамики убоги и слишком огромны. Ах, да, надо же вспомнить и вот такой миниатюрный динамик. Это PC-спикер, он по идее тоже динамик. Может музыку играть, может пищать. И в корпус, в корпус практически может залезть. Может там вот такие PC-спикеры стоят в этих часах, которые музыку играли. А что, давайте взглянем и узнаем, как же такие электронные часы, несмотря на свои маленькие размеры, могли исполнять музыку. С помощью часового ножа вместо часовой отвертки я вскрою часовой шуруп и посмотрю в ту самую хитрость, которая там есть. Делаем все аккуратно, чтобы не порезаться. Все-таки часовые ножи, в отличие от часовых отвертков, это дело такое грубое и может вас немножко повредить. Так, вскрыли крышку и сразу же под крышкой мы обнаружили. Ну, во-первых, это батарейный отсек, а во-вторых, вот оно. Вот он тот самый секрет, который заставляет петь электронные часы. А как? А что это такое? Оно же плоское, железное, никаких пружин, никаких катушек. А это, ребята, не что иное, если внимательно присмотреться, пьезик. Не, не от зажигалки, пьезик. Не, не от пьезорезистора, пьезик. Ну, короче, это пьезоизлучатель. Вот он, на такой вот бронзовой подложке нанесена керамика, а сверху покрыта слоем серебра. Ну, с припоем. Тут даже там еще что-то про Китай и про Японию сказано. Именно вот эта штука и умеет разговаривать. А как? Вот ее ближайшая родня приделана у меня к бутылке. С помощью такого пьеза, тоненького-тоненького динамика, можно всякие ультразвуки излучать в сторону собачек и соседей, а можно музыку воспроизводить. И именно вот эта пьеза и звучала. А как звучала? А давайте послушаем. К сожалению, я не нашел целой батарейки для этих часов, но у меня есть целая открытка, в которой такой пьезодинамик используется. Он в корпусе. Он примерно такой же по размеру. Давайте часики положим. Вот корпус, вот динамик. А вот там, как раз вот в этой таблетке, тот самый пьезоэлемент. И если я сейчас извлеку размыкатель батареек, мы услышим, как он звучит. Вот как-то так, ребята. Такие вот они, динамики в часах. Пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok